Удержишь в руках инструмент? Корабль летучий построишь. Построишь? Куплю. Сегодня мы с вами поразглядываем снова КРАС-256Б1, но на этот раз в виде сборной модели, точнее уже собранной модели из серии автомобиль в деталях. Вообще это давняя история. Собиратели стендовых моделей, точнее их авторы, которые клеили в свое время модельки бронетанковой техники или самолетов, называли собирателей автомобилей в масштабе 1,43м собирателями сувениров. Ну и в общем-то так оно и было и остается до сих пор. Модели в масштабе 1,43м достаточно условно передают настоящесть прототипа. И если для моделей легковых автомобилей беда в общем-то невелика, и машинки в масштабе 1,43м представляют собой чистенькие и вылизанные экземпляры, как будто только что сошедшие с конвейера автомобильного завода, то модели грузовиков и тем более строительные техники, конечно же, выглядят слишком нарядно для того, чтобы походить на реальные машины, которые трудятся на стройке или на карьере. Конечно же, всегда были энтузиасты, которые пытались привести вид масштабной копии в нашем размере 1,43м к реальным автомобилям, немного добавив грязи или следовав эксплуатации. Но не у каждого поднимется рука, чтобы пустить под нож масштабную копию автомобиля, купленную за немалые деньги. Поэтому отечественные производители, ну или заказчики моделей в Китае освоили еще и новую нишу производства китов для желающих собрать модельку именно в том виде, в котором видели ее на ближайшей стройке. Конечно, это не ноу-ха у отечественных производителей. Давным-давно были киты и малотиражные, и массовые в масштабе 1,43м. Один хеллер, чего стоит с его ассортиментом легковых автомобилей. Ну, во-первых, ассортимент этот все-таки достаточно узкий. А во-вторых, все-таки идея сделать стендовую модель в масштабе 1,43м она интереснее в приложениях грузовой или строительной техники. Но благодаря костромским товарищам, которые регулярно обновляют серию масштабных китов под названием автомобиль в деталях или АВД, мы имеем возможность поставить на полку вот такие шедевры, как этот КРАЗ-256Б1, который будто только что выехал из карьера. Есть только одна проблема – справиться с инструментами и найти время. Ну, а если нет ни времени, ни сил, ни умений, то можно попробовать найти мастера, который сделает модель, похожую на реальную машину. Итоговое изделие получается довольно дорогим, но действительно украшает полку с масштабными моделями. Ну, а если есть навык постройки летучих кораблей, то можно и самому взяться за этот труд. Благо, краски и клей давно уже не дефицит, да и запчасти и принадлежность, начиная с деталей из фототравления и заканчивая резиной и колесами, вполне себе доступны. Так что, если что и ограничивает полет фантазии, то только навыки и наличие свободного времени. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.